сейчас на предпоказ выставки я уже миллион раз потерялась но наконец-то я нашла эту галерею она нова здесь шумно какие-то работы то-то разгораются на самом деле будет работать ничего очень важный вот здесь наверное самое зрелищное пространство здесь выключен свет и можно включить фонарик и посмотреть то что тебе интересно напоминает что-то космическое давайте пошел перформанс мы только что прослушали лекцию об всех инсталляциях от создателей этих инсталляций и поднялись на третий этаж этой галереи здесь оказывается очень красиво поэтому сейчас я вам покажу смотрите какая красота еще и вид шикарный мы решили здесь поснимать пока еще никто не успел подняться раньше чем мы шикарные окна еще и приметила вот этот вот красивый зеленый стульчик я уже засматривалась я сегодня здесь с самой модной парой приятного аппетита спасибо давайте только мы должны смотреть да нет мы посмотрим прям во фронталку я нашла здесь зеркало оказывается в этот зал нельзя попасть сюда можно прийти только чтобы посмотреть экспонаты и что-то приобрести поэтому этот красивый зал недоступен для обычных прохожих поэтому я сейчас наслаждаюсь этим видом и этими стульчиками столиками диванчиками потому что не знаю когда в следующий раз сюда попаду сегодня у нас такая чудесная погода что никто из нас не понял что произошло наверное сегодня градусов 25-24 не знаю у нас внезапно лето началось поэтому я даже сегодня легко оделась ну как легко я просто не в пальто и не в пуховике я не знаю я не знаю пришли погулять погулять пришли поиграть в теннис у нас во дворе у нас здесь большой парк и теннисные столички у нас сегодня чемпионат а нет турнир на чемпионата фу господи все до свидания турнир по чемпион турнир на чемпиона двора ну наконец-то я смогла это сказать удивительно да что сейчас без 15 10 люди занимаются спортом в теннис играют всем привет это влог Лиза Рудкевич с вами ее ведущий я Павел Туманов Паша ты все испортил переподача я продаю с серьезным лицом главное это делать с места событий резюмируем давай погодка супер я проиграла но в равном бою я думала мы пойдем не за грамотой но в итоге мы не идем не за грамотой потому что я проиграла еще и должна всем пить теперь я не перестану хвастаться нашей прекрасной идеальной погодой в этом блоге наверное будет просто абсолютно разная погода наверное начинаю с пальто заканчивая тем что я иду с голыми ногами в юбке и просто в пиджаке я опять упустила момент когда деревья все позеленели каждый год я так радуюсь и удивляюсь этому явлению как будто в первый раз я уже закончила всю свою работу которая у меня была на сегодня обошла все точки вот и теперь я направляюсь в сторону Пашиной работы буду встречать его после работы закупила вкусняшку в гуше поэтому надеюсь что мы устроим небольшой пикник Питер так преображается с солнцем и зеленью а я обожаю это время весну, лето и начало осени и тут я вспомнила что ногам может быть вообще жарко как вам такой тротуар очень удобненько зато какие мои пиды тут стоят каждый раз хожу и любуюсь я люблю совершать такие длительные пешие прогулки когда на такси можно ехать было минут десять я буду уже минут сорок но при этом я выбираю самые красивые места и это место кардио я считаю Невский проспект я в таком случае предпочитаю стороной обходить потому что там безумное количество людей особенно в такую-то погоду прекрасную поэтому я обхожу его параллельными дорогами поэтому так долго иду хотя Невский проспект действительно очень красивый вот я почти дошла смотрите какая красота у нас в парке скоро чувствую во всех телефонах всех людей будут только эти деревья и эти цветочки мы даже на запах остановились мы сегодня первый раз вообще в Петербурге питаемся на велосипедах прошу прощения за качество но мы просто очень поздно выбрались покататься сейчас наверное часов 9-10 точно не знаю Джай сейчас Паша красиво проедет я попросила его ой как красиво спасибо вот так я очень удивилась что мои любимые деревья уже зеленые я просто от них каждый год в полной любви я одна такая что эти деревья люблю так мы уже вернулись домой и мне пришла посылка из Ларидут которую я заказывала как раз во влогах предыдущих и наверное сейчас я ее хочу быстренько распаковать и пойти готовить суп это очень важная информация так это легкая коробочка и это уже более тяжелая сейчас начну с Марина ага надо было хотя бы взять ножницы это заняло гораздо больше времени чем я ожидала но ножницы нашлись это вообще французский интернет-магазин в котором продается и одежда и обувь и соответственно товары для дома я заказала совсем немного но там есть кое-какая очень важная и тяжеленькая вещь это хватает вот в этой коробке в этой коробке гигантской в этой коробке гигантской в этой большой коробке была всего лишь подставка для книг которая будет стоять около дивана ну ладно это я потом все покажу нравится? что это книги? да вот так она будет стоять здесь будут стоять книжечки вот сюда просто около дивана на книжке давай сейчас покажу вот так примерно кладут это для дизайна на самом деле ты получается приходишь садишься на диванчик так нет так не ставь ставь ну в общем при желании да Паша придумал вот так ставить кому нравится использовать этот способ я бы хотела как обычно вот так приходишь садишься на диванчик достаешь свою книжку которую читаешь открываешь читаешь почитал положил на место вот и надо будет сядем под рукой поэтому можно будет читать гораздо чаще вот это первая покупочка так идем дальше в данном случае важно ничего не разрезать что лежит внутри так это у нас два пледа первый такой кремовый молочный и другой пыльно-серый это большой плед для спальни как раз там у нас большая кровать и я все искала плед который можно будет заправлять потому что старые все уже пробудились когда я постелю я обязательно покажу он тут совсем маленький он тоже декоративный скорее его либо на диван можно будет положить как раз он будет сочетаться с нашими шторами либо же его как вторым пледом на краешек кровати в общем сейчас сложно сказать я потом все это примерю и покажу и большая коробка там самая большая это холодильник а это у нас журнальный столик вот такой я заказала такой двухъярусный и сейчас похоже Паша будет его собирать а я пойду готовить суп в одном из прошлых видео где я готовила себе ужин для одной из себя где я готовила пакет так скажем пакет домашнее пакет вот где я использовала лосось всякие овощи и рис кто-то в комментариях написал что блогеры едят только лосось не знаю про каких блогеров они говорили но сегодня днем я ела сосиски на костре на пляж а сейчас я готовлю суп как видите здесь даже лук поэтому это неправда блогеры разные бывают сегодня я буду готовить зеленые щи смотрите какой у меня букет суп я уже приготовила другой день уже начался и Паша собрал стол еще в тот день и вот как он выглядит это как раз тот стол который я выбирала на сайте я показывала что я выбирала между ним и таким более простым вот он такой асимметричный получается у него основание вот одно и вторая такая крышечка отдельно он на деревянных ножках очень-очень качественных дерево такое очень добротное мне он очень нравится мне кажется в этой комнате его не хватало с точки зрения интерьера на мой скромный вкус и не хватало также его с точки зрения функциональной потому что вот тут вот вечером можно сидеть на диване и смотреть какой-нибудь фильм и ставить себе напитки или какие-нибудь закуски прямо на него и кстати вот подставка под книжки тоже очень хорошо вписалась в общем я очень-очень довольна и мне еще пришел остаток моего заказа из Ларидут и я сейчас распакую это вот такая красивущая просто ваза вот здесь она наверное будет стоять я еще хочу вот такой стакан тоже граненый чтобы у него были такие полосочки примерно на этой вазе я снимаю вообще идиота да ваза правда очень красивая осталось сюда купить что-нибудь зелененькое и поставить а еще смотрите как у нее свет рассеивается и получаются красивые тени я уже постелила это покрывало оно довольно тоненькое но при этом не сильно просвечивает оно из очень приятного хлопка мне кажется что оно к этой светлой комнате идеально подходит у него такие еще бахромулечки снизу и я специально выбрала очень-очень большой размер потому что у нас кровать не маленькая 108 сантиметров вроде как и оно было в разных размерах серенькое вообще очень маленькая какая у него ткань хочется сюда добавить еще подушки тоже из супер натуральной ткани может быть из льна ну и конечно же я до сих пор еще не нарисовала картины я как повесила просто примерить эти холсты так они и висят получаются такие белые квадраты Лиза Рудкевич очень скромное название и второе покрывало я положила просто на наш бежевый диван как раз со шторами сочетается все оттенки серого и бежевого здравствуйте и вот в этой корзинке у нас хранятся все пледики можно вечером ими накрываться и вот я и и и и и и